Площадки готовы. Танцоры и певцы в предвкушении. До вселатвийского праздника песни и танца остается меньше двух недель. И мы начинаем нашу рубрику «Песни и танцы столетия». Ко мне в студии уже присоединилась моя коллега Анастасия Дьяконова. Настя, добрый вечер. Каким будет праздник в этом году? Добрый вечер, Яна. Добрый вечер, телезрители. Во-первых, специально для праздников «Столетия Латвии» отремонтировали обе основные площадки. Стадион Даугова и эстраду в Межапарке. Во-вторых, меняется график праздника. Но обо всем по порядку. Праздник песни и танца начнется 30 июня. Ирига зазвучит. Для участия в различных концертах и конкурсах в столицу съедутся более 43 тысяч певцов и танцоров из 118 самоуправлений и 21 страны мира. 30 июня в Латвийском университете целый день будут проходить песенные войны хоров. Но все завершится мирно и с песней. Потому что на следующий день, 1 июля, пройдет официальное открытие праздника и шествие участников, которое ранее завершало праздник. Кульминацией по традиции станут два концерта. Представление «Земля Мары» на стадионе Даугова, где в едином танце сольются 18 тысяч участников. И заключительный концерт на «Звездном пути» на большой эстраде Межапарка, который сегодня открыли после реконструкции. Сегодня на большой эстраде в Межапарке впервые после реконструкции звучат песни. Было очень красиво и звонко, и мы будем помнить этот момент всю свою жизнь. Будет намного грандиознее и стало намного просторнее. Мы зашли и такие «Вау!». За счет пристройки к эстраде на ней смогут поместиться на 2000 хористов больше. А значит, и работы у режиссеров станет больше. Я думаю, что нам трудностей это не добавит. И главное сейчас всем молиться тому, кто наверху, чтобы была хорошая погода. Для репетиции необходима прохлада и умеренность. И чтобы во время концерта не шел дождь. Как говорят строители, основные изменения под землей. Коммуникации, провода, новые торговые точки и туалеты. 394 кабинки. 130, 131, 132 и даже 133. Все эти ряды на Межапарской эстраде уже ждут первых зрителей вселатвийского праздника песни и танца. Мест по сравнению с тем, что было раньше, стало на 7 тысяч больше. К тому же, сами скамейки, которые здесь установлены, можно будет снять. И тогда здесь поместится 70 тысяч человек. Но сама эстрада в ближайшие годы еще больше изменится. И будет выглядеть вот так. Сейчас уже есть решение, как разделить следующий этап реконструкции. Разделить на две части, чтобы провести школьный праздник песни и танца в 2020 году. И вторая часть проекта будет значительно тяжелее, потому что будет строиться часть эстрады, где очень важна акустика. Пройдет праздник, отгремят летние концерты, и рабочие снова примутся за строительство, а точнее за снос. И хотя в Рижской думе говорят, все удалось, недостатки все-таки есть. Конструкция, которая закрывает боковую часть эстрады. Здесь, я думаю, что решение не совсем удачное. Здесь будут, конечно, обязательно знаки, что нельзя наверх заходить. Но зачастую, если ты читаешь, не влезай, бьет, почему-то тебя туда все время и тянет. Поэтому здесь нравится или не нравится архитекторам на безопасность дороже. Здесь будет стоять забор, как во время праздника песни, так и во время концерта Прата-Ветра. А когда начнется вторая часть проекта, тогда мы обязательно здесь придумываем другое решение. Общая стоимость первой части реконструкции 26 миллионов евро. Расходы на второй этап строительства будут практически в два раза больше. 49 миллионов. В этом году впервые понедельник после заключительного концерта 9 июля будет выходным для всех, вне зависимости от того, участвуете ли вы в празднике или нет.